всем привет это александр на канале тактика гвинта и сегодня мы рассмотрим очень интересную ситуацию которая произошла у меня во время битвы с чудовищами я играл соответственно за королевство севера в третьем раунде мы очень серьезно зарубились противник сыграл трех датловов за один раунд семи карт которые него были у меня же соответственно из движков было только два три бушета и один барабанщик то есть картинка к середине второго раунда выглядела конкретно вот таким вот образом смотрите даже не к середине к концу то есть 35 36 у нас с ним осталось по одной карте мы видим у него соответственно тут три датлов у меня соответственно сзади там 23 душ три бушета и барабанщик у меня осталась бомбардировка у противника осталось неизвестно что если честно нервом не потрепал в эту игру давайте посмотрим карты какими он сыграл конкретно вот эту вот картинку и затем соответственно посмотрим третий раунд как мы с ним пришли вот конкретно к этой ситуации давайте глянем для начала колоду смотрите вот этот карты которыми играл противник плюс соответственно не был еще карантин который у меня просто нет не суждал мне карантин вот он что делает эта карта он соответственно создает в своем ряду изначально копия отряда из руки и заменив силу на одну единицу до противник играл на тени смертень соответственно уничтожает отряд чудовищ и создает его копию дальше он играл картой бетлов высший вампир собственно говоря вот она карта трудно убиваем и на соответственно играет минимум три раза и каждый раз силой 5 обычно ее начинают жрать но противник ее умудрился отыграть три раза дальше он отыграл озрила которым сожрал серьезную карту из своей руки и соответственно кейрана которым он ел дедлофов причем очень успешно дальше была пустынная больше тоже на поглощениях и соответственно яйцо гарпи съедаем получаем соответственно рядом гарпи в 5 единиц вот это вот были его карта начала третьего хода мои карты вы соответственно увидите просто на ну собственно говоря время игры и так вот это вот мои карты на начало финального раунда давайте посмотрим что было дальше я решаю не менять последнюю карту и противник соответственно ходит первым он ходит с яйца гарпи который насколько я понимаю он благополучно собирается съесть следующим ходом у меня выбор по большому счету небольшой у меня есть барабанщик которого я решаю выставить первым и собственно говоря подставить под удар либо там под блокировку если мы есть чем блокировать смотрим что делает противник противник выкладывать пустынную банши причем он падает все это дело в задний ряд совершенно забыв о том что я играю за колеса севера и чем соответственно сразу оплачивается то есть у меня работает начинает работать движок усиленный трибушет плюс меня начинает работать движок это барабанщик заход я уже делаю плюс 2 что он делает следующим ходом он выкладывает соответственно карантира и вот здесь вот как говорится следите за руками он играет первую копию дед лафа которую сразу же убивает и делает из них дубль вот и на сожжал за счет умения лидера сделал дубль но отдать его за то что он умер соответственно он просто вышел обратно из колоды и у него за один ход получилось преимущество там чуть ли не в ну давайте показываете ну вот смотрите 24 25 на 9 16 очков за один ход нормально классно продолжаем играть что делать я соответственно выбираю карту которую я сейчас сыграю под осаду то есть я понимаю что пора выставлять третий бушет который у меня нет ну 2 3 бушет я соответственно могу получить в том случае если сыграю карту осады вот я решаю играть умение своего лидера и я выбираю вторую карту вот я на самом деле долго думал я думал либо мантелет поставить либо может быть еще что-то но 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 решая все-таки сыграть осадную башню потому что там еще будет два выстрела и осадные орудия нужны под то чтобы соответственно усилить вот у меня заднем ряду соответственно 2 3 бушета плюс 1 барбач вот собственно для все мои движки больше у меня ничего нет ну и потихонечку растет башня которая на семерке остановится что делает противник он делает очень логичный кход он выкладывает оригинал дедлафа ну по факту третью копию счет 2329 у меня выбор по большому счету не очень-то и большой я бью тараном его самую сильную карту и выкладываю соответственно баллист причем баллист я помню задний ряд для того чтобы она стала пятеркой за это у меня срабатывает соответственно осада и я еще одновременно делаю бомбардировку то есть всех его повредил но никого не убил до конца не знаю плохо или хорошо давайте смотрим что было дальше противник соответственно играет вот такую вот карту которую начинают успешно жрать дедлафов эта карта называется кейрон и все сожженные дедлафы конечно же сразу возвращаются обратно вот свеженький дедлаф 1 свеженький дедлаф 2 соответственно и свеженький дедлаф 3 бабам 36 30 мой ход я решаю выложить усиленную баллисту для того чтобы она получила один заряд под карту тактики ну и соответственно вот я делаю еще два выстрела при помощи еще одной баллиста которая накопила два заряда смотрите что получается сейчас ходит противник счет 32 37 я если честно не знаю что он там сейчас выложит то есть может быть все что угодно смотрим что он делает он выкладывает озрел я вспоминаю что во втором раунде он сыграл скалопендроморфа конечно же он выкладет в задний ряд и поджирается на 13 то есть это вот 14 пас 46 37 здесь у меня настала паника я понял что я скорее всего не догоняют 9 очков я пытаюсь ударить мне честно не везет я попадаю практически всем зарядом одним зарядом дедлафов среднего который умирает и вновь появляется и тут я понимаю что я попал 37 41 у меня там я начинаю считать на пальцах у меня осталось три заряда и на пальцах у меня соответственно нифига не получается чтобы я выиграл то есть я играю стреляю раз-два-три у него получается 38 и собственно говоря я про все остальное забываю честно куда стрелять я аккуратно распределяю чтобы случайно не убить еще одного дедлафа чтобы он не ожил 37 38 я честно забываю про все что у меня в заднем ряду но тут отжимаю пансы и думаю что сейчас я проиграл но смотрите у меня срабатывает соответственно две баллисты и плюс еще мой барабанщик хилит одной из моих баллистов я говорю черт побери я выиграл с преимуществом в два очка в той ситуации где ну просто она не выигрывала я считаю что мне повезло честное слово то есть по моему тут моей заслуги не было вообще никакой противник сыграл реально классно мы с ним сильно зарубились как в первом раунде так и во втором втором раунде я вытащил из него все очень серьезные карты своей комбинации на хиллерах и вот третий раунд вы видели то есть игра на самом деле классные шикарные поэтому если вы хотите повторить например эту ситуацию вы видели на чем играл собственно говоря противник вот если вам интересно та колода на которой я играл я могу им ее показать вкратце смотрите это колода которую я в принципе составлял сам север на осаде и хиллерах это комбинированная колода вот здесь вот вы можете посмотреть карты ноут вверх давайте сделаем паузу сигмутный 4 и чтобы вы могли там поставить на паузу отмотать и посмотреть и не соответственно здесь вот все очень кратко я просто вам показал почему потому что буквально предыдущее видео по комбинациям комбо 18 где я зарубился тоже с северянином конкретно этой колоды против стрелков вот в предыдущем видео по комбинациям кабу комбо 18 вы можете полностью посмотреть чем я играл то есть я полностью там соответственно дал комментарии по каждой карте почему то или карта и на или карта лежит и вы можете это все подробно узнать на этом наверное все благодарю вас что досмотрели это видео до конца если она вам понравилась ставьте конечно же большие пальцы если вы хотите будет быть в курсе последующих видео то подписывайтесь на канал обычно у меня в очереди стоит очень много видео на публикацию приятного просмотра удачного дня с вами был александр лео пока